Из книги «Открытым оком» том девятый. Сема Лапкин книги. Вопрос 2296. В ваших книгах «Открытым оком» много стихов. Нужно ли это? Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Если речь идет о чьих-то стихах, то это и знакомство с поэзией. Каковым себя не причисляю. У меня не стихи, а проповедь в стихах. В них иногда образы стараюсь выразить полезное. Удалось ли это? Как-то к моему отцу Тихону пришла соседка Ульяна и попросила порезать у него в денеках кизяк топлива, где спали овцы, которых пас овец. Он не разрешил, а потом сказал, я, может, из-за кизяка и пасу овец, так и я, может, из своего, в кавычках, кизяка, книгу издал. Есть и иные взгляды и даже благодарности за эти, в кавычках, стихи. Премудрость Соломона, 14-19. Ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее. Сирахов, 48-19. За песни и излечения, за притчи и изъяснения. Себе удивлялись страны. Сирахов, 51-29. Учение мудрости и благоразумия начертал в книге сей. Сводка погоды. Зачем старикам? Им не пахать, не косить от работы. Только ломота ногам и рукам. Давление астмы и кашель дорвоты. Синоптики им еще ох, как нужны, имея в виду христиан. С опытом жизни духовной войны, воспоминанием ноющих ран. Быть может, на море великое горе, на помощь молитвой пробиться к Иисусу. Иной седовласый здесь с юным поспорит легко на молитве впасть в немощь и трусу. Размокли дороги, беда у порога, у старых свободного времени в достальность. Привычкаю в очередь легче до Бога. Ходатаем быть за других, как апостол. Смотря по погоде, окажешься годен. Столетним и бедным за мир предстоятель. В наушниках свист политический вродием. Для данного масонства готовятся ясли. Темнеет, пуржит, перевалы в заносе. Кто делом не занят, их дело молитва. О помощи пишут в опасностях, просят. Глядишь, чудеса, не проиграна битва. Семейный разлад и женить бенирад. Замужество стало петлей непосильной. Восстал на молитву и нет уж предурат. Выходит, не зря ее гову просили. Какая погода опять разыгралась. В кругу бездорожья избили с пути. Низгид и на ощупь отчаянно дрался. Помог разнородное в церкви сплотить. Оглохшие духом духовным внимают. И слышат они непрестанно молитесь. Стремителен бег их, а внешне хромают. На месте болящего вырастет витязь. 7 августа 2004 года, 7 июля 2004 года, Игнатий Лапкин.